В больнице утренний обход. Пациент Мансур Лангари понемногу идет на поправку. Но боль в теле и мышцах все еще напоминает о том страшном дне. Да, он, как и многие его соотечественники, в поисках лучшей жизни из Афганистана через Латвию направлялся в Германию. В свое время их так туда приглашали, обещали трудоустройство. Мечты буквально рухнули с первых шагов по территории Евросоюза. Латвийское гостеприимство чуть было не стоило ему жизни. Я сидел вот так, подняв руки, когда ко мне подошли трое их людей в форме и начали избивать. Сначала ударили по ногам, потом электрошокером, потом дубинками, опять по ногам, рукам, голове. На теле нет живого места. Я кричал больно, помогите, помогите. Но они били снова и снова. Для меня это было настоящей пыткой. Как оказался на территории Белоруссии Мансур не помнит. Придя в сознание, пытался ползти, но жуткая боль в ноге не позволяла сдвинуться с места. Благо, группу беженцев вовремя обнаружили белорусские пограничники и вызвали скорую помощь. В шоковом состоянии с различными травмами их доставили в Брасловскую ЦГБ. Все они имели сочетанные травмы. В частности, Мансур имел сочетанные травмы, многочисленные ушибы туловища, грудной клетки, верхних и нижних конечностей и, в частности, подвывих в коленном суставе справа. Ему была оказана медицинская помощь. В данный момент его состояние удовлетворительное. Мансур бесконечно благодарен белорусам за поддержку, лечение и просто человеческое отношение. В целом люди здесь хорошие, отзывчивые. По каждому подобному факту следственным комитетом возбуждается уголовное дело и проводится тщательная проверка. А среди потерпевших уже более 200 человек. К сожалению, среди них есть и погибшие. Случаи выдворения беженцев на территории Беларуси продолжаются. Со стороны западных стран политика не меняется и даже наоборот. Польские власти официально разрешили стрелять по беженцам на границе. Безнаказанно калечат несчастных людей. Пощады нет ни женщинам, ни детям. Те мотивы, которые они озвучивают самим беженцам и вовсе настораживают. В планах Мансура вернуться обратно. Дома ждут его мама и младший брат. Признается, демократического гостеприимства Евросоюза хлебнул с лихвой. Анастасия Ярощикорниенко, Ярослав Гордиенко, СТВ.